Добрый вечер! Сегодня у нас по счету 41-й урок по книге «Шмот». Мы находимся в недельном разделе «ИТРО» и занимаемся мы декалогом не десятью заповедями, а десятью лечениями. А точнее, пока еще все только самым первым лечением. Я, Ашем, твой Бог, который вывел тебя из Египта. Известно, что Рамбам утверждает, что в этих словах содержится первая заповедь. Это не только речения, но и заповедь здесь есть. Причем формулировка этой заповеди, она в двух местах у него отличается несколько. В книге «Заповеди» в Сефира Митсвот Рамбам пишет «Первая заповедь – это повеление, предписывающее нам веру в Бога». Самая первая заповедь – это вера в Бога, где в Торе записано, что есть обязанность веры в Бога. Продолжает Рамбам. Это значит, что мы должны верить существование истока и причины всего сущего, как сказано «Я Господь Бог Творец». Самые первые речения из десяти. В нем заложена и первая повелительная заповедь, а именно Рамбам определяет ее по содержанию как вера в Бога. Уже в Мишне Тора Рамбам тоже утверждает, что здесь есть заповедь в этих словах, но только определяет несколько иначе, пользуется другими словами. Он пишет там так «Основа основ и столб мудрости – знать, что есть сущий, кто существует привечно, и он осуществляет все существующее, и продолжает он дальше, и знание об этом предписывающее заповедь». То есть это не только, если в первой аллахе – это столб, это основа, это краеугольный камень, это то, на чем все стоит. Продолжает Рамбам в шестой аллахе, и знание об этом – это митсват асе, предписывающая повелительная заповедь. Как сказано, коли это митсват асе – заповедь, повелевающая, где она записана в Торе, «Я Господь Бог Твой, Который вывел тебя из Египта». Итак, Рамбам утверждает, что это заповедь. Известные об этом говорили на предыдущем уроке, что очень многие авторитеты с ним не согласились. И возражения их идут по нескольким направлениям. Возражение первое. «Обих издай крескос». Как можно себе представить, что заповедь касается того, что есть у человека на уме или есть у него в сердце. Ведь заповеди должны касаться, по идее, того, над чем властен выбор человека. То есть, изначально априори он полагает, что мысли и чувства человека – они не в его власти, человек не имеет выбор. То есть, если к человеку приходит мысль, то выбор касается уже эту мысль отогнать, реализовать или не реализовать. Человек думает, а не сказать ли мне сейчас… Скажет или не скажет – это вопрос выбора. Но то, что ему приходит такая мысль, она к нему приходит, а не он ее создает. Так представляет себе «Обих издай крескос», поэтому ему непонятно, как может заповедь касаться того, что он не в нашей власти. Это первое возражение. Второе возражение. Возражение логическое. Здесь есть ловушка логическая. А именно, если кто-то приказывает мне, чтобы я верил в его существование. На первый взгляд, это парадокс, потому что если я должен верить в существование кого-то, того, кто мне это приказывает. Но если до того, как он мне приказал, я еще не верю в его существование, то тогда то, что он приказал мне верить в то, что он есть, оно ничего не изменяет, я по-прежнему не верю. Как может быть так, что заповедующий приказывает мне верить в то, что он есть? Это логическая ловушка. И, наконец, третий вопрос. А в чем содержание заповедей? Мы привыкли, что заповедь – это значит, что-то надо сделать. В Песах надо есть мацун. Утром надо одевать тфилин. И молиться надо, делать что-то надо. А что значит заповедь веры? А что надо делать? Что подразумевает это заповедь? В чем содержание этой заповеди? Тоже неясно. Это три вопроса, которые задают обычно. Мы добавим еще один четвертый вопрос, на который уже был намек. А именно, как понять вот это вот различие в формулировках рамбом? Рамбом, который утверждает, что заповедь есть в первом речении, но только один раз он называет ее верой, а второй раз он говорит о знании. Знание – об этом предписывающее заповедь. Здесь мы входим в очень-очень широкое поле суждений об отношениях между верой и между знанием. Известно, что самая первая книга по книге из области еврейской мысли в Абисаде Гаона так и называлась – «Эмунот ве дейот», то есть верование и знание, в каких отношениях они находятся. Эта тема поднималась очень многими мыслителями, и не только еврейскими. Тема, которая занимала очень много умов человеческих, в особенности в период Средневековья. Мы ее сегодня тоже коротко коснемся. Прежде всего, напомним, что, несмотря на все возражения, с каких бы сторон они ни подходили, Рамбам основывается на конкретном месте в Талмуде, из которого следует действительно, что в первом речении «Я, Господь, Бог твой» содержится заповедь. Это известное очень место в Талмуде, в трактате Маккот, сказал Раби Симлай, 613 заповедей были даны Муше на Синае. Тарьяг Мицот, 613 заповедей, цифра всем известная. Сказал Рава Мнуна, и он приводит здесь источник, откуда мы знаем, что именно 613, а не 425, а не 839, «Тора цива лану Муше», сказано, «Тору заповедал на Муше», то есть «Тора» – это то, что мы получили через Муше. «Тора» в числовом значении «Гематрия» – это 611. Ну, а как же, почему же 613, если «Тора» – это она в числовом значении 611? А еще две заповеди «Я, Господь, и не будет, я, Господь, Бог твой, и да не будет у тебя богов других передо мной», а это мы уже слышали из уст могущества «Мипи, Гвура, Шаману». Таким образом, 613 заповедей в Торе, 611 мы получили через Муше, две непосредственно от Всевышнего, точно так же, как Муше, как И, начинается это «Анухьяшималу кеха», «Я, Господь, Бог твой». Стало быть, в Талмуде сказано черным по белому, ясно и очевидно, что это заповедь. Это утверждение не снимает всех вопросов, они требуют ответов на них. Но, по крайней мере, источник Рамбама, он ясен и очевиден, что действительно речь идет о заповеди. Теперь, почему Рамбам в «Мишне Тора» вместо того, чтобы пользоваться словом «вера», пишет о знании. Посмотрим еще одну цитату из Рамбама, на этот раз из его уже третьей книги. Мы начали с «Эфира Митсвот», книги заповеди, перешли к «Яда Хазака», и теперь мы идем к его труду, Мурен и Вухим, к его уже философской книге, и пишет он там следующую вещь. «Эти две первые заповеди слышали так же, как и Муше Рабейну. Не Муше довел до нас эти заповеди. А причина тому в том, а случайно ли это? И почему действительно получилось такое развлечение, что две заповеди мы слышали из уст могущества, как сказано в Талмуде, а остальные через Муше. Не Муше довел до нас первые две заповеди. Причина тому в том, что эти две первоосновы, а именно существование Бога и Его единство, в чем содержание второй заповеди, это единственность Бога, что нет никого, кроме Него, они постигаемы человеческим разумом. А в том, что постигаемы доказательством, нет разницы между пророком и между тем, кто додумался своим умом. И поскольку, то есть результат один, знание определенное, может прийти двумя путями. Человек может додуматься, прийти при помощи логических рассуждений к какому-то выводу, и человек может узнать это непосредственно, если ему об этом говорят, подобно тому, как говорят пророку. Пророк, он не додумывается. Пророк, он только получает знание свыше. Но в этом отношении, поскольку в конечном итоге приводят все к одному и тому же выводу, и пророк, получивший это знание, и тот, кто додумался, то здесь они оба равны. В остальных заповедях нет. То есть, сколько бы человек ни сидело, и не придумало представить себе, что они придумывают заповедь Тфилин, это ерунда, это нонсенс. Так, заповедь Тфилин – это откровение. Иначе, чем через пророка, ее получить нельзя. Невозможно додуматься до заповедей. А вопрос о том, о существовании Бога, это вопрос, который может человек к нему подойти разумно, и своим разумом понять, что есть Бог, раз, второе, что он един. И нет, и нет, и не двух, и не трех, и что он абсолютно един. Эти две вещи, которые подвластны разуму. Вот почему Рамбом воспользовался словом знание. Предположим, по крайней мере, один ответ у нас уже есть. Это не значит, что он единственный. Кстати, это ответ самого Рамбома. Но, безусловно, есть еще целый ряд ответов, в каком отношении находятся эти два понятия знания и вера. Но в любом случае, даже после этого ответа остается непонятный второй вопрос. Окей, если действительно существование Бога, это вопрос, который постигается разумом, я хочу здесь очень быть точным и аккуратным, это не значит, что человек может постичь Бога разумом. Хасву Шалома ни в коем случае. Он не, Бог непостижим. Мы говорим о существовании. И это вещь уже, которая тоже разуму понятна. Можно говорить о том, что я уверен в существовании того, кого я не могу определить, поскольку он непостижим. Но разумом я могу прийти к выводу, необходимому выводу, что он существует. Это разум. Это знание. Поэтому Рамбом и говорит. Знание об этом предписывающая заповедь. Как сказано, я Господь Бог твой. А что ж тогда осталось на долю веры? А вера-то тогда что? Неясно. Неясно и другое. Вопросы, которые были заданы раньше дополнительные, о логической ловушке, как может быть обязанность, приказ верить в того, кто дает этот приказ. Начнем распутывать. Амальбим, объясняя это место в Торе, пишет следующим образом. После того, как он цитирует все то, о чем мы говорили до сих пор, приводит он все цитаты из Рамбома, в том числе и то, что мы сейчас зачитали из Мурейна Вухима, пишет так, что Рамбом писал, об этом говорится как раз Мурейна Вухим, что Я Господь, и не будет у Тебя. Это из уст могущества мы слышали. А именно, что такое из уст могущества? Почему, кстати, не сказано, что мы слышали, это из уст Всевышнего? Так проще. Почему такими словами Мипиагвура шаману? Ну, Всевышний, он могучий, понятно. Но почему именно здесь к нему применяется подобного рода эпитет? Мипиагвура, из уст могущества. Понимать это надо по-другому, говорит Мальбим. Имеется в виду другое. А именно, из уст могущества довода. То есть, это мощь и могущество логических доводов. Разумное доказательство. Это значит, что сыны Израиля приняли все заповеди от Муше на веру, зная, что он посланник Бога. В тот момент, когда Муше сказал нам, что нужно соблюдать шаббат, мы это приняли. Почему? Потому что мы разумом своим до этого дошли. Нет, потому что мы убедились раньше, что Муше посланник Всевышнего. В тот момент, когда он сказал, что завтра будет, послезавтра будет шаббат, окей, завтра будет шаббат. А утром, в пятницу будем надевать филин, будем надевать филин. Почему? Муше сказал. И что? Муше посланник Всевышнего. Приняли заповеди на веру. И поверили во все то, что он заповедал нам от имени Бога. Но эти две заповеди, касающиеся существования Бога и того, что он один, вот этот человек должен постичь собственным умом. Не только может. Коли может, значит должен. Это и есть заповедь, обязанность дойти, додумать своим умом. И Всевышний заложил в человеческий разум от рождения знание о том, что есть Бог и что этот Бог один. И душа черпает это знание из своего первоисточника. Есть вещи, которые заложены в человеческом сознании, так что, в общем-то, он совершенно естественно думает таким образом. И это то, что называют мускалот решенот, то есть первоосновой человеческого мышления. Понимание того, что если есть мир, если есть какая-то вещь, у него есть причина. Коли что-то существует, должна быть причина его существования. Стало быть, если есть мир, должна быть причина существования мира. Это очень простое ломозаключение. Откуда я его взял? Да оно просто заложено. А может быть, есть что-то, что существует вообще без всякой причины, как-то забудет? Сам Творец, он не имеет причины своего существования. А все, что существует в ощущаемом нами мире, все имеет причину. Так построено наше мышление. Так это заложено как основы нашего мышления, и мы совершенно естественным образом можем так думать. Поэтому тот, кто осмысленно заглянет в глубины своей души, обнаружит, что эти знания уже даны человеку от природы и укоренены в душах в качестве первоначальных понятий. мускулот, решонот. И не было нужды получать их от муше, принимая на веру, поскольку это уже заложено, заложено в самом образе мышления человека. Поэтому Всевышний, создавший души, дал эти заповеди. Мы можем убедиться на этом на простых примерах. Всем известно рассуждение о том, не знаю, действительно, было или не было, о том, как появилась мысль о существовании силы гравитации у Ньютона. Ежели яблоко падает, то, значит, должна быть сила, которая тянет его вниз. А почему бы не рассуждать по-другому? Если яблоко падает, это потому, что яблоки падают. Яблоко упало. Почему оно упало? Ну, потому что яблоки, они падучие. Так вот, падают яблоки. В тот момент, когда человеку дает такое объяснение, человек сопротивляется ему. Почему? Потому что он привык видеть мир двухэтажным. А именно, есть этаж явлений, ощутимых, воспринимаемых, а есть этаж скрытых причин этих явлений. Яблоко упало, это явление, я его воспринимаю. А должна быть его причина. Причины я не вижу. Можем ее назвать условно силой гравитации, можно было назвать по-другому или еще как-нибудь. В тот момент, когда мы получаем такой ответ, наше разумение, наш разум успокаивается. Хотя мы на самом деле никогда эту силу гравитации не видели, не слышали, не нюхали, но мы успокоились. Это значит, что наше мышление именно таким образом создано. Оно предполагает, оно ищет и предполагает, а поскольку предполагает, потому и ищет причину всего существующего. Стало быть, это заложено в нашем сознании. Тем самым Рам Мальбин объясняет первую вещь. Во-первых, он устраняет тот самый парадокс, о котором мы говорили раньше. Как может быть заповедь, которая требует верить в существование того, кто эту заповедь дал. Это же нонсенс. Ничего подобного. Это знание о нем, оно уже заложено априорно. Еще до того, как мы получили эту заповедь, в нас уже было заложено то самое знание о том, что есть Творец у этого мира. А вопрос тогда, а в чем, мы задали еще один вопрос, а в чем же тогда содержание этой заповеди? Что эта заповедь меня обязывает? Говорит Мальбин, а суть этой заповеди в том, что надо приложить усилия, чтобы достичь отчетливого и ясного понимания этих вещей. Знание оно у нас есть, конечно, но ведь оно затуманенное. И в результате того, что это знание затуманенного, если спросить людей на улице, верят они в Бога, то услышишь самые разные ответы. Кто-то скажет, не, я не верю, кто-то скажет, я верю, ну уж во что-то такое, я верю во что-то, в какую-то высшую силу или в какую-то еще что-то. И самые-самые разные, самые разные радуга мнений, высказываний и так далее. Почему? Нет четкости, нет ясности этого знания. А здесь человек должен приложить усилия. Заповедь мы сказали, это то, к чему, для того, чтобы выполнить ее прилагаются усилия. Она что-то обязывает сделать. Что? Она обязывает человека размышлять, она обязывает человека анализировать, она обязывает привести в порядок свои знания для того, чтобы достичь ясности и четкости и отчетливости. Меньше тумана, больше четкости. Вот в чем суть этой заповеди. Вот такое объяснение. Мальбима, она уже очень сильно продвинула нас вперед в понимании позиции Рамбома, но одного она не достигла. Опять же, остается вопрос, а что же такое вера тогда? Ведь Рамбом упомянул, что есть еще и заповедь веры. Коли все, в области знания, существование Всевышнего, его единственность, это вопрос знания. И это знание уже заложено, только нужно его привести в состояние, в котором оно будет четкое, отчетливое и ясное. Мы уже поняли, каково содержание заповеди знания. Поняли мы то, что написано у Рамбома в Мишнея Тура, знание об этом предписывающее заповедь, все это ясно. А что же имел ввиду Рамбом-то в книге заповедей, в которой он сказал, первая заповедь это повеление, предписывающее нам веру в Бога. Ведь Рамбом не случайно меняет слова, вера и знание не одно и то же. Кстати, многие люди здесь прибавляют еще вопросы, которые вскрывают их определенные стереотипы, а они говорят, как это так заповедь вера, ведь если есть знание, значит вера не нужна. Почему я говорю, что это вскрывает стереотип? Потому что люди принимают, что вера это замена знания. То, чего я знаю, я знаю, а вот то, чего я не знаю, в это надо верить, а то, что я знаю, разве в это нужно верить? И людям кажется, что это настолько ясно и очевидно, что просто а как же можно по-другому? На самом деле можно. Что ж такое вера? Вот по поводу того, что такое вера и муна, мы находим самые разные определения. Я начну, может быть, со слов Абе Абрама Ишая Карелец Хазуниш в самом начале книги «Умуна убитахон». Начинает он, я это скажу, в оригинале, поскольку трудно перевести, «Медата аимуна и нития даками адинут анефиш». Качество веры это предрасположенность, проистекающая из деликатного, тонкого, душевного склада. Во-первых, здесь выясняется сразу, прямо с первых слов, что вера это не замена знаний, совсем другое. Вера это качество характера человека, богу, который приходит лучше, акуль даками. Самое первое определение этого качества, что же это за качество, что же это за склад, характер, прежде всего, человек должен быть тонкий, тонкость восприятия, в отличие от грубого восприятия. И дальше Хадзуныш раскладывает вот это вот качество веры, медата и имуна, раскладывает его на составляющие. Если человек наслаждается покоем, то есть это человек, для которого самые лучшие часы, самое лучшее время для него, это когда есть покой, когда есть тишина, когда рядом ничто не трещит, когда рядом кто-то не говорит ему постоянно в ухо, когда не трещит радио или еще что-нибудь, тишина. Не испытывает жажды, вызываемой страстями. Человек этот не понукаем своими влечениями. Это человек, который способен управлять, способен быть себе хозяином, он не раб своих влечений. И глаз его, а для чего же ему нужно, вот те самые наилучшие часы, часы покоя, часы тишины. И глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли. Он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли. То есть это человек, который умеет восхищаться, это человек прежде всего любопытный. То есть когда он проходит между, ведь масса людей ходит по улице, казалось бы, и они должны видеть те же самые небесные высоты и глубины земли, но почему-то это их не волнует и это их не ошеломляет. Почему? Они их просто не замечают. На самом деле все мы в детстве, когда мы родились, в детстве у нас безусловно было это качество. Мы сегодня это видим на ребенке. Дайте ребенку игрушку какую-нибудь, прежде всего он попытается ее разобрать и посмотреть, что у нее там внутри, как эта штука работает, почему она квакает, почему она... а человек сегодня взрослый человек, он может часами проводить за рулем ездить в машине и ни разу ради интереса не поднимет капота своей машины для того, чтобы посмотреть, как эта штука так устроена, как это она так ездит. Он поднимает капот для того, чтобы удалить масло, лады и ничего что-нибудь, но не больше того. Утилитарный подход к жизни убивает естественную детскую любознательность. Мы утрачиваем ее. Есть люди, которые не утрачивают и во взрослом возрасте. Вот это люди, о которых говорит здесь Хазумиш, человек, у которого любознательность и умение восхититься остается. Такой человек посмотрел, вау, и такой человек замечает то, что другие не замечают. Пример. В молодости мне часто приходилось ходить по Иерусалимской улице Страусу около больницы Бекур-Холим. Там были два развесистых дерева. И в определенные месяцы года под этими деревьями нужно было проходить как можно быстрее. Желательно пролететь стрелой, потому что там были куча-куча птиц, которые жутко гадили. Это можно было видеть под деревом. И если проходить там медленно, то выйти оттуда чистым было очень трудно. Это было всего два месяца в году. Ну и все люди проходят мимо. И думают только о том, как бы не запачкаться. Других мыслей в этот момент нет. На самом деле перед нами действительно невероятное просто явление. Перелетные птицы, которые прилетают откуда-то из Сибири. Летят они еще дальше куда-нибудь в Африку. И делают свой привал. И из года в год они прилетают на то же самое место. Вы можете этих птиц окольцевать, вы можете их пометить другими, более современными способами, но вы увидите, что они прилетят, прилетают каждый год на то же самое дерево. Такой точности не имеет до сих пор ни одна ракета. Ракета, которая оснащена самыми современными средствами навигации, компьютерами и так далее. А здесь все умещается в крохотном мозгу безмозглой почти птички. И она каким-то образом прилетает из года в год, не имея ни GPS, ни других средств навигации. Она прилетает на то же самое дерево. Это же птички. Но люди об этом не думают. Почему? Потому что не дети уже, потому что взрослые, потому что плаща жалко, чтобы не запачкался, чтобы не нужно было нести его после этого в химчистку. Ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Умение видеть мир как загадку. Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом. И он как бы лишается чувств и истощается в нем дух жизни. То есть, в тот момент, когда человек воспринял какую-то загадку, можно поразумить? Да, очень интересно, действительно, кто мог подумать? Просто чудо. Ну и переходим дальше к следующим вопросам, более насущным. Нет, качество веры это способность не только разглядеть загадки, но и это целеустремленность, когда загадка овладевает человеком и он уже ни о чем другом не может думать. Все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке, и душа его разгадки жаждет. Он целеустремлен, он сосредоточен, он умеет сосредоточиться в тот момент, когда перед ним неразрешенная загадка, перед ним есть явления, которых он не может понять, он старается разобраться с ними, он старается осмыслить их. И готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему жизнь, если сама эта приятная жизнь как таковая, сокрыта от него непроницаема. И душа его теряет покой и скорбит, и жаждет постичь тайну свою первооснову, но врата постижения заперты. То есть человек для того, чтобы искать ответы на свои вопросы, ему нужна определенная доля самопожертвования. Иначе всегда найдутся вопросы и дела, которые куда более важны, куда более насущные, куда более неотложные. Вот это все те качества, которые Хазун Ильич здесь перечислил все вместе. Умение наслаждаться покоем, умение управлять собой, не быть рабом своих влечений, умение замечать загадки мира, умение восхищаться, умение сосредоточиться на поиске разгадки и целеустремленность, целенаправленность и самоотверженность в поиске этих загадок. Вот все это вместе качество веры. Качество, которое позволяет человеку искать истину, качество, которое позволяет человеку искать загадку существования мира. Это скрытая в глубине человеческой души сила, одна из многих скрытых сил, которые вложил в нее создатель. Здесь мы чувствуем немножко отголосок того, что писал еще раньше Мальбин, что Всевышний вложил в нас определенный образ мышления. Вот одна из этих сил, которые вложил Всевышний в человеческую душу, это вот та самая сила, о которой мы сейчас говорим, и она свидетельствует о связи человека с Творцом Всего Сущего и о том, что он создан ради служения Творцу и единения с Ним. В познании Всевышнего найдет человек решение загадки мира, которое не давало ему покоя. То есть человек, обладающий качеством веры, это человек, которому загадка мира не дает покоя. Он может это качество придушить, потому что оно мешает жить, оно мешает делать карьеру, оно мешает многому. Но если человек не придушит это качество, а наоборот, он будет его лелеять, он будет его воспитывать в себе, тогда загадка мира не будет его давать покоя, пока он наконец не найдет ее разгадки, и только тогда он успокоится. Вот это вот есть качество веры. Стало бы, знание – это знание, то, о чем говорит Рамбом. Знание о том, что есть Всевышний и что Он единственен – это вопрос знания. Человек может убедиться в этом при помощи своего разума. Это вещь рациональная. Знание о Боге относится к сфере рационального мышления. Но для того, чтобы прийти к этому знанию, нужно иметь определенные качества, ибо нужно искать ответов на существующие загадки, на возникающие у человека загадки. Вот это качество и есть вера. Так объясняет Хазуныш. В чем, задаем всегда вопрос, а что это заповедь тогда веры, что она обязывает делать, в чем здесь, собственно говоря, заповедь, что нужно сделать? Нужно сделать, прежде всего, нужно оберегать себе это качество, нужно не потерять той самой детской непосредственности, нужно не потерять умение восхищаться, умение нужно не потерять любознательности, нужно воспитывать в себе целеустремленность, целенаправленность, самоотверженность, нужно учиться сосредоточенно думать, нужно учиться наслаждаться тишиной, нужно учиться управлять собой. Все это вещи, которые человек обязан делать. Это подход Хазуныша. Он не единственный. Есть и другие. Вот что пишет Рав Вольбе. Когда-то он выпустил маленькую книжечку с кратким содержанием лекций, которые читал в период между шестидневной войной, читал для людей далеких атор между шестидневной войной и войной судного дня Йома Кепурима. Пишет он следующую вещь. Человек, чувствующий связь с Творцом, видит его следы всюду в мире, куда не посмотрит. Каждый цветок, каждая травинка, блеск звезды, птичьи пения, улыбка ребенка и великолепие молнии, во всем этом раскрывается ему милости Всевышнего, его мудрости, величия, его царства. То есть, доводов и аргументов в пользу существования Творца мира, мир полон этих доводов, мир полон этих аргументов. Он видит тысячи и тысяч доказательств непосредственного существования Бога в мире. Все они логичны, ясны и, несомненно, приемлемы, но, тем не менее, математического доказательства существования Творца нет. Если Рамбо утверждает, что знание этого, знание о существовании Творца – это предписывающая заповедь, и мы сказали, смысл этого утверждения прежде всего в том, что вопрос о существовании Бога он относится не к сфере чувства, а к сфере разума, это рациональное мышление человека, то тут же возникает вопрос, а что это, доказать можно? ответ, а весь вопрос, что под ним подразумевает под словом доказательства? Строгого доказательства, подобного того, которого принято в математике или в естественных науках, нет. И быть не может. Нет такого доказательства. Но вместе с тем есть доказательства другого характера, а именно доказательства здравого смысла. и их много. Они, безусловно, логичны, они, безусловно, приемлемы. Но математически доказать это невозможно. В чем разница между таким доказательством, аргументом здравого смысла, common sense и математическим доказательством? Можно строго доказать, что дважды два, четыре, и у человека нет выбора принимать это доказательство или нет. То есть математические доказательства, а также доказательства, принятые в сфере естественных наук, а именно доказательства при помощи эксперимента. У человека нет выбора принять или нет. Эти доказательства навязываются человеку. Такого строгого доказательства существования Творца у нас нет. Все эти тысячи очевидных соображений в пользу того, что Всевышний в своей мудрости создал мир, оставляют человеку возможность выбора, поверить или не поверить. И человек, который не захочет поверить, он всегда предпочтет самое нелогичное и самое невероятное объяснение простому и логичному объяснению понимания того, что мир этот создан. То есть человеческое мышление действительно, как говорил Мальбим, настроено на то, чтобы прийти к верному выводу. Безусловно, настроено. Но это при условии, что человек захочет, чтобы разум ему работал как здравый смысл. Но если человек не захочет того, то он найдет другие совершенно невероятные абсолютно объяснения тому, что он видит при своими глазах. В качестве упражнения для того, чтобы убедиться, как работает рациональное или иррациональное мышление, предлагаю тест каждому. Представьте себе, что вы заходите домой и видите на потолке следы грязных сапог. Кто-то на потолке ставил, почему-то есть следы грязных сапог. А вот теперь нужно объяснить, что случилось. И пусть каждый проделает это упражнение сам и объяснить себе, каким образом попали следы грязных сапог на потолок. В разных объяснениях можно проследить разницу между рациональным и иррациональным мышлением. Так вот, получается, что и по поводу всех тех доказательств, аргументов существования Творца мира мы можем сказать одно – они оставляют свободу выбора у человека, принять их или не принять. Они куда более простые и более логичные, чем все остальные объяснения существующего. Но вместе с тем других объяснений они не исключают. И человеку, которому захочется иррационально мыслить, он, безусловно, может представлять себе картину мира, другой, в которой мир не создан. Мир, может быть, существует всегда, или он вообще, может быть, не существует. Самые различные объяснения иррациональные, непростые, неочевидные. Но выбор такой остается. Стало быть, вера возникает в глубине сердца. В то мгновение, когда человеческое сердце раскрывается для веры, он начинает видеть в мире ясные, не оставляющие никакого места для сомнения доказательства существования Творца и его непосредственного присутствия в мире. Тогда чувства и рассудок объединяются, строя явную, очевидную, полную картину. То есть, знание – это знание. Как и написано у Рамбова. Вопрос существования Творца, он был и остается вопросом рационального мышления. Но только человек должен захотеть рационально мыслить. А захочет он рационально мыслить или нет? Вот это вот вопрос уже, который относится к сердцу. Вот чем вера отличается от знания. То есть, вера по определению Равольба здесь – это желание человека принять доводы разума, когда существует возможность отвергнуть их и найти какое-нибудь другое объяснение. Нелогичное, неподходящее. Но все-таки объяснение существующее и жить с этим объяснением. Содержание этой заповеди тогда получается – это собрать свою волю в кулак для того, чтобы захотеть… Сейчас говорю совсем нетривальные слова. Значит, заповедь, которая требует от нас захотеть, захотеть принять доводы разума, захотеть мыслить рационально. Это Равольба. И еще третье объяснение Адам, третье определение веры. У нас уже получилась сегодня такая полная картина. Это то, что пишут Рав-Ирш и Маораль из Праги. Пишет Рав-Ирш так. Тоже относится к самой высокой из всех идей, к идее Бога. Если ты ее постиг только своим рассудком… То есть, как Рамбом пишет, додумался, действительно, додумался и понял, что мир этот, если он существует, значит, у него должна быть причина. Есть первопричина мира. Понял это рассудком. И хранишь ее только в памяти? Если в твоей душе и в твоем сердце еще не укоренилось убеждение, что Бог твой Господь? Если ты не ощущаешь всеми фибрами своей души, что Бог твой Господин? Если эта возвышенная идея получила права гражданства только в твоей голове, то даже эта мысль, важнейшая из всех мыслей, не внесет ничего в твою жизнь. То есть, может быть, ситуация, говорит Рав-Ирш, когда человек разумом дошел до того, что есть Бог, но дальше разума это не прошло. Здесь есть заслонка. В сердце человека, который управляет уже конкретной жизнью человека, это не вошло. Человек знает, что Бог есть, но не верит в это. Знает, но не живет этим. То есть, вера означает жить тем, что уже знаешь. Если Хазуныш и Рав-Вольбы, мы видим у них, что определение веры их – это то, что это предварительные условия, необходимые для того, чтобы дойти до знания о Боге. То Рав-Ирш говорит совсем о другом. О том, что после знания ты знаешь, что есть Бог? Ну, замечательно. И что из этого? Ничего, ну, есть Бог. So what? И что? Есть Бог? Нет. Верить – это означает жить то, жить тем, чем ты знаешь. Простой пример. Спросите любого человека, знает ли он, что в один прекрасный день он умрет? Да, знает. Он верит в это? Знает, но не верит. Почему? Потому что он живет совсем по-другому. Он не живет этим знанием. Если бы он жил этим знанием, то еще через некоторое время он умрет. Он жил бы совсем-совсем по-другому. И также пишет Маараль. Он объясняет пару понятий, которые мы произносим в вечерней молитве. То, что мы говорим это эмет, это истина. Истина – вещь, постигаемая разумом. А после того, что это истина, мы говорим эмет, это еще и эмуна. Это еще и вера. Вера от слова верность. Как там была? Вера, надежда, любовь. Вера имеется в виду верность. Человек верен тому, что он знает. Можно знать, но не быть верным своему знанию. Жить по-другому. Знаю одно, живу по-другому. А вера означает образ жизни, в котором знание человека охватывает всю его сущность. Идея, которая ощущается и постигается всеми фибрами его души. Вот это уже совсем другой образ жизни. Вот это и есть вера. Это то, что приходит после знания. Именно так объясняет мораль то, что написано по поводу войны с Амалеком, что когда Муше поднимал руки, тогда еврейский народ побеждал, но что руки его отяжелели и все время клонились вниз. И тогда стали подпирать его руки. И в результате того, что стали подпирать его руки, в аю яда в эмуна, и превратились его руки в эмуна, в веру. Какое такое химическое превращение обратило руки Муше в веру? Имеется в виду, чтобы была здесь верность. То есть он хотел, чтобы руки были подняты кверху, но руки все время изменяли его желанию, опускались вниз, а когда их стали подпирать, то они отныне были верными тому желанию, которое было, чтобы они были именно кверху. То есть слово вера означает верность тому, что ты знаешь. Жить так, жить в соответствии с тем, что ты знаешь. Человек, который знает, что есть Бог, человек, который знает, что есть Бог, он знающий. Человек, который еще и верит в то, что есть Бог, это человек, который живет таким образом. Он живет в мире, в котором есть Бог. Это все различные определения веры, которые отвечают нам на заданный вопрос. Если есть обязанность, знание, то где же здесь вера? И таким образом мы можем понять утверждение Рамбома в книге заповедей, что первая заповедь это повеление, предписывающее нам веру в Бога. Мы дали три объяснения того, что же обязывает нас эта заповедь, какое же ее содержание. Я думаю, что вполне можно эту дискуссию закрыть на этом и перейти к следующим словам. Итак, то, что было сказано в стихе Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из Египта. Вот мы переходим уже к следующим словам, Который вывел тебя из Египта. Вызывают они изумление. Всевышний открывается еврейскому народу. и через еврейский народ на самом деле уже дальнейшим всему миру. Синайское откровение самое важное событие всей человеческой истории. Творец, Который создал этот мир, он раскрывается сейчас людям. Мы ждем, что он себя представит. Кто он? И он говорит, а я тот, Который вас вывел из Египта. И все. Почему бы не сказать по-другому? Я тот, кто создал этот мир. Я тот, кто создал вас. Почему такое? Почему такое странное? Почему визитная карточка, с которой Всевышний приходит к Синайскому откровению, она такая странная, скромная, можно было бы сказать? Посмотрим, как отвечает на этот вопрос Раши. Который вывел тебя из Египта. Пшат здесь, вот какой пшат, то есть простое понимание текста. то, что я вывел вас из Египта, это уже достаточная причина для вашего подчинения мне. Ваши перевои здесь всю дискуссию совершенно в другое русло. Всевышний представляется нам. Как он представляется? Он представляется для того, чтобы мы в него поверили? Нет, не для этого. Это уже вопрос пройден. Здесь совсем другой разговор. Снова я возвращаюсь чуть-чуть к тому, что говорили когда объясняли позицию морали. Много людей знают, что есть Бог. Спросишь их, верите в Бога, да. Ну и что? Я верю. Но ведь Бог говорит целый ряд вещей. Вот этого нельзя, вот этого нельзя, а вот это обязаны делать. Я в Бога верю, у меня вера в сердце. Кладет руку там, где Бумарникова находится. Вера в сердце. А подчиняться им. Есть Бог, а у меня своя жизнь. То, как Всевышний сейчас представляется, говорит Раша, это не для того, чтобы представиться как существующий. Нет, речь идет о том, чтобы ему подчиниться, чтобы принять его власть и его заповеди. Это аргумент «я вывел вас из Египта». Совсем другой разговор. Это не то, что «я создал этот мир», «я вывел вас из Египта». Одного этого достаточно, это уже достаточная причина для того, чтобы подчиниться мне. Это пшат. Иное толкование. Это уже драж. При рассечении моря Всевышний явился им в образе могучего воина. То есть при рассечении моря, при приходе через море знаем, что еврейский народ дошел до ступени пророчества, до пророческого восприятия. То есть было восприятие того, как Всевышний явил себя. Пророк это тот, человек, который воспринимает откровение Всевышнего. То, как Всевышний себя ему являет. И как же он себя явил там, на море, в образе могучего воина. Если посмотреть внимательно весь текст Ширата Ям, песни, которую произнесли у моря, она описывает именно вот то самое явление могучего воина, коня и всадника сбросил в море, и так далее. А здесь на Синае восприятие было совершенно другое. на Синае тоже достигли пророческого уровня. То, что мы говорим в самом начале урока. Первые две заповеди восприняли непосредственно от Всевышнего. Значит, было пророческое видение. Значит, Всевышний каким-то образом явил себя как тот, кто на Синае обучает заповедями. Здесь он явился в образе милосердного старца. Не могучий воин, покоряющий и опрокидывающий, а милосердный старец обучающий. Как сказано, и увидели они и Бога Израиля, и о его подножии словно сапфировый кирпич, подобный самому небу по чистоте. То есть, когда они были порабощены, то почему вдруг появляется что это за сапфировый кирпич, и что это за часть видения. Описывается здесь видение, которое восприняли евреи у горы Синай. Есть некоторое. Что-то типа царского трона, в подножии которого сапфировый кирпич. Почему кирпич от другого подножия царского храма? Нельзя показать, что он в поле. Почему кирпич им только? Хорошо еще, что сапфировый они какой-нибудь силикатный кирпич или еще что-нибудь. Объясняют мудрецы, что когда еврейский народ был в порабощении, то подножие престола Всевышнего было перед его как кирпич подобно кирпичу. То есть все то время, когда еврейский народ находился в порабощении. А, кстати, чем занимались в порабощении? Тора это упоминает. Кирпичи делали из глины. Это была основная работа. То есть здесь проявилось как бы сострадание Всевышнего, то, что в подножии его престола оказывается кирпич. И оно после исхода из Египта, оно уже стало подобно самому небу по чистоте, когда они уже были освобождены. Это милосердие, рахамин, то есть сопереживание. Всевышний как бы говорит, я предстаю перед вами в разных образах. Один раз он предстал в образе грозного воина Медат, один Медат Агвура. Второй раз он предстает в образе милосердного старца Медат, рахамин. Но только не подумайте, что если так, то есть два начала в мире. Никакого дуализма. Ни в коем случае. Я и тот, кто вывел тебя из Египта, а в происходе из Египта проявилась сила и могущество Всевышнего Медат Агвура. Я тот, кто совершал чудеса на море, и я тот, кем я представляю сейчас. То есть то, что я сейчас перед вами представляю в совершенно другом виде, это не потому, что есть разные полюсы у мира, не потому, что есть два начала у мира, как верили древние и современные дуалисты, что в мире есть два начала. Даже в достаточно продвинутых религиях тоже проявляются остатки атовизма вот той самой дуалистической веры в два начала. Там есть Бог, а есть еще и Сатана, который ему противостоит. И в борьбе между этими двумя началами происходит то, что происходит. Ни в коем случае. Он абсолютно один, един и единственен, и нет никого, кроме него. И все то, что есть разные восприятия, то, что пророки по-разному видят, это то, что им показываются различные атрибуты Всевышнего, различные медот его, различные качества, которые он проявляет в управлении этого мира. Иногда он проявляет в управлении этого мира силу, иногда он проявляет могущество, иногда он проявляет силу воина, который преодолевает сопротивление, Иногда он проявляет в мире хесен, рахамим, сострадание, сопереживание, желание одарять и так далее. Вот почему Всевышний так и сказал здесь, представил себя именно таким образом. Я тот, который вывел вас из Египта, хотя сейчас я являюсь вам в другом видении, которое не похоже на то восприятие, которое было происходить из Египта. Я – это я, а это только разные видения. Так объясняет Раши. Но этот вопрос задавал не только Раши, его задавали многие-многие другие мыслители. В частности, Раби Авраам Ибнезра в своем комментарии к этому месту Торы, он приводит вопрос, который задал ему его товарищ Раби Иуда Аливи, автор книги «Кузари». «Спросил меня блаженной памяти Раби Иуда Аливи, почему сказано здесь «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта» и не сказал «Который создал небо и землю и тебя сотворил». Так пишет Ибнезра. Интересно, что сам Раби Иуда Аливи этот вопрос приводит в своей книге «Кузари». Приводит его в таком контексте. Когда хазарский царь, которого преследовал сон, которым являлся ему ангел и говорил ему, что твои намерения желанны, угодны Богу, но твои действия не угодны, то он стал искать себе новую веру, и в конечном итоге к нему пришел еврейский ученый. И когда спросил хазарский царь еврейского ученого «Ну, скажи свой символ веры, в кого вы верите», он сказал ему «Мы верим в Бога, который вывел наших отцов из Египта». Он сказал царь «Ничего себе, я приглашаю к себе здесь раввина, ученого человека, а это все, что он может сказать, что они верят в кого-то, который вывел какую-то семейку из какого-то одного ближневосточного государства в другое? Что это за ерунда? Почему Бог себя представляет так? Тот же самый вопрос оба. Они были современниками, Рабиуда Аливи и Ибнезра. Вопрос, который, очевидно, обсуждали и спорили по этому поводу. Оба приводят его, этот вопрос в своих книгах, но отвечают по-разному. А вот ответу, их ответом на тот же самый вопрос и спору между ними мы уже посвятим в следующий урок. Вопрос. Какое, по-моему, хорошее время на сутки считать Омер? Соответственно, Омер считают только с наступлением ночи. Когда, очевидно, наступает ночь, то есть выход звезд в каждом месте по-своему, только тогда и считают сфера Таотов. Субтитры создавал DimaTorzok